Следующая наша лекция была посвящена созданию динамически редактированных разверток. Многие думают, что это просто. На самом деле есть и более сложные комбинации, более сложные ходы. Я вообще сторонник делать многоуровневые развертки. И вот здесь на этой лекции мы рассматривали совершенно разные примеры. От простейших до разверток в несколько уровней. Сейчас я тоже попытаюсь продемонстрировать один из таких примеров. Опять же все лекции по сути дела шли от проблем. Когда мы начинали с ребятами работать, сталкивались с очередным заказом, с очередным изделием и очень быстро выявлялись проблемы, с которыми они сталкивались. Вот допустим, сейчас покажу картинку вот такой изделия. На первый взгляд совершенно ничего сложного. С моделью тетаврина, ну, проще простого казалось. Давайте посмотрим, чему приводят попытки сделать это самым простым способом, так как это видите на первый взгляд. Это приводит к тому, что у нас получаются вот такие вот довольно некрасивые точленения, довольно некрасивые узлы. Опять же, для кого-то это вообще никакой роли не играет. То есть для кого-то вот такой стандарт качества, это вполне приемлемо. Но я, допустим, с таким результатом, честно говоря, я отмириться не могу. Поэтому здесь я решил сымитировать действительно пластинку обогнутую и сделал это вот таким вот образом. Но опять же, конечно же, я делал это не на объеме. Здесь есть какие-то недочеты, конечно же, без этого не обойтись. Но в таком контексте они, я думаю, простительны. То есть в общих чертах модель выполнена довольно аккуратно. И вот какие-то артефакты на 100% устраняются, конечно, без планеты. Во всяком случае, это не точно лучше, чем первый вариант. То есть это был как раз вариант одного из учеников. Это был уже вариант демонстрационных для лекций. Сейчас покажу механизм работы всей этой системы. То есть, по сути дела, все строится, опять же, на основе нескольких историй. Исторических зависимостей. Каждый из элементов создан, во-первых, экскрудирование с историей. То есть, вот там у нас внутри кривая. Далее этот элемент был отзеркален точно так же с историей. И затем при помощи FlowLongService был перенесен вот туда вот на объем. FlowLongService, я думаю, что вы не все его применяете. Даже объяснять, как он работает. Другой вопрос. Как же сделано так, что все три элемента, давайте я вам покажу. Все три элемента расположены в одной, по сути дела, плоскости, в одной проекте, в одном направлении. Но на объеме они, получается, что расположены немножко в разных направлениях. Тут буквально покажу какие-то аспекты. Вот данный угловой элемент я могу контролировать как по толщинам, так и по формам, причем с обеих сторон. То есть, и здесь, и здесь. Все это сделано с историей. И каждая из стенок данного элемента, она легко правится. То есть, я могу воздействовать и на толщину, и на форму. Здесь мне на толщину воздействовать не было необходимости. Здесь мне нужно было воздействовать только на форму. И, соответственно, так же все это на плоскости легко правится. Более того, если у меня возникает необходимость немножко, или даже не немножко, а более радикальным образом изменить вообще весь этот купол, то, опять же, это тоже делается все довольно просто. Можно немножко его вздуть. И у нас уже изделие примет несколько другую форму. Это, по сути дела, один из более таких усложненных вариантов применения обычных разверток. То есть, это, опять же, многоуровневая развертка. Получается, что у нас три уровня исторических зависимостей. Один, два. Первое это экструд, затем это миру, и затем это отловлено все. Ну, мы, конечно же, не только такое изделие рассматривали на лекциях. Было много других нюансов. Здесь мы все уже просто освещать не будем. И вот следующая лекция была посвящена инструменту PageEdit. Тоже довольно подробно его рассматривали. И сейчас я продемонстрировал вам тоже несколько.